Девушки отдыхают Нет, 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 Веснушка В тайге медведи жить не могут Ну сама подумай Это же тайга Деревья нализают одно на другое Не протиснутся А медведи большие, им же простор нужен А вот и могут Мне сорока рассказала Она из тайги прилетела И что же она на хвосте принесла Твоя сорока Что в тайге живут одни медведи И больше никого Но зато их целая толпа И все бродят по тайге Страшные Никого в тайгу не пускают Здравствуйте, мои дорогие Юные географы Здравствуйте, профессор Иноземцев Веснушка Что ты такое рассказываешь? Русскую народную сказку? Профессор вам скажет Вводятся в тайге медведи или нет Вводятся А я что говорила? И все они ходят друг за другом И рычат Не совсем так, Веснушка Да и в тайге, кроме медведей Есть и другие любопытные животные Но, раз уж вы так заинтересовались Бурыми мишками Давайте начнем с них Ведь они дальние родственники Веснушки и Зубка Ух ты! Правда, родственники? Ну да Вот это громадина И много таких там ходит В таежных лесах достаточно много зубок А раньше медведи нередко встречались И в центральной части России Поэтому медведь стал символом нашей страны Могучее, сильное животное Настоящий хозяин тайги Ой, не хотела бы я с таким хозяином встретиться Ну, Шуня Медведи просто так не опасны Но вот медведицу с детенышами Лучше обходить стороной Ее задача защищать медвежат от любой угрозы Ой, какие симпатичные Как плюшевые Эти плюшевые малыши Уже умеют быстро бегать Прекрасно плавают И лазают по деревьям Неужели? Хе А на первый взгляд они такие неуклюжие Это так кажется Медведи ловко ловят рыбу Любят полакомиться ягодами, орехами, медом, корнями и стеблями трав А на больших животных нападают нечасто Впрочем, были случаи, когда медведи вступали в поединок даже с тиграми С тиграми? Как же так? Ведь тигры живут на юге В Африке Хм, в Африке А вы знаете, кого раньше называли властелином тайги? Конечно, Мишек Нет Так называли амурских или уссурийских тигров Эти животные, между прочим, родня нашего коксика Они тоже из семейства кошачьих Вот это да! Надо бы ему сказать Пусть порадуется К сожалению, сейчас в природе уссурийских тигров осталось очень мало Как же так? На них охотились, зубок Почти всех истребили Почти все! Да, к сожалению Амурские тигры живут сейчас в некоторых зоопарках А так хочется, чтобы они вновь стали властелинами тайги Профессор, ой, мне так хочется узнать А может быть у меня тоже какие-нибудь родственники есть в тайге? Есть! С удовольствием расскажу о них Но сначала еще об одном родственнике коксика Рыси Ой! Сколько у коксика там родственников? Смотрите! Какие у нее ушки! С кисточками! Да, рысь животное симпатичное Но только внешне Она серьезный хищник Очень выносливый и сильный Эх, мне бы таких родственников В тайге живут и твои родственники, Шуня Например, белки Ой, они так похожи на белок из Шишкиного леса Конечно, похожи А хвост у нее? Прямо как у меня Похож, Веснушка Но у белки хвост вместо парашюта Белки ведь замечательные прыгуны И хвост помогает им держать равновесие А почему они так много прыгают? Ну, потому что на деревьях белки ищут свои любимые лакомства А какие? Знаете? Да! Шишки с семенами Правильно! А еще белки находят на деревьях разные плоды Насекомых, а также птичьи яйца А еще орехи! Верно! Орехи – одно из любимых лакомств белок Мои коллеги-ученые считают, что белки помогают сохранять леса Зверьки делают запасы на зиму Но иногда про них забывают А из проросших семян появляются новые деревья Здорово! Вот какие полезные у меня родственники! Профессор, а как же насчет моих родственников? И моих, кроме медведей А ваши ближайшие родственники из тайги – это волки и лисы Они живут не только здесь, но и по всему миру В разных природных зонах Профессор, а в тайге еще кто-то особенный живет? Конечно! Вот, таежный хищник – росомаха Посмотрите, какие у нее сильные широкие лапы с перепонками Поэтому она ходит по снегу, как на лыжах Ой, и правда похожи А вот маленькие хищники – соболи и куницы Гибкие, грациозные животные А что это мы все про хищников да про хищников? Ну неужели других зверей в тайге нет? Есть, да еще какие! Вот великан, красавец-лось Ростом он с бурого мишку, вставшего на задние лапы Какие у него рога! Целое дерево на голове Между прочим, самые большие рога в мире Ежегодно осенью лоси их сбрасывают А потом рога отрастают новые Правда, интересно? Да Какие у них добрые морды! Лоси очень добрые, хотя и пугливые Хорошо, что в тайге есть много заповедников Где животные чувствуют себя на свободе и в безопасности Здесь они могут спокойно расти и размножаться Вот бы вся наша земля стала одним большим заповедником Да Прекрасное пожелание И это зависит от каждого из нас Профессор, а как же птицы? Ну, разве в тайге нет каких-нибудь птичек? Их здесь очень много, Веснушка Поэтому давайте поговорим о них в следующий раз А сейчас наш урок закончен Учите географию, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok